Добрый день! Мы продолжаем разговор в рамках лекции истории христианской Испании в период с 8 по 13 век. И переходим от историографии, от теории, собственно, к истории, к первому эпизоду, к королевству Астурия в период с 718 года по примерно 866. Реконкиста, как уже не раз говорилось, начинается для астурийцев в 718 году, начинается она с битвы в ущелье Кавадонга. Но, собственно, прежде чем говорить об этой самой битве, давайте посмотрим, что осталось после арабского завоевания, закончившегося примерно к 714-715 годам. За три года, я напомню, за три с половиной года, прошедшие после высадки первых арабских отрядов на юге Пиренейского полуострова, арабы сломали Вестготское королевство, оно рухнуло после решающей битвы при Гвадалете, где погиб последний король, король Родриго. Вестготское королевство рухнуло, и арабы практически моментально, очень быстро установили свой контроль военный и административный над всей территорией Пиренейского полуострова, за исключением достаточно узкой полосы предгорьев-Пиренеев в основном. Пиренейские предгорье, если вы себе представите сейчас Пиренейский хребет, то у вас должна получиться такая линия, протянутая с запада на восток, да, отсекающая Испанию от остальной Европы. Вот вдоль этой линии, в предгорьях Пиренейских гор и осталось некоторое количество непокоренных арабами христианских общин. Разных, да, разных по этническому составу, разных по количественному составу, разных по, извините, качественному наполнению. Где-то укрывались остатки Вестготской знати, где-то с Вестготской знатью было плохо, но там были потомки коренных жителей полуострова. Собственно, самая западная, северо-западная часть Пиренейского полуострова, называемая иногда Корниса-Кантабрико, то есть Кантабрийский корниз, представляет собой относительно узкую полосу, вытянутую вдоль берега океана и прикрытую с одной стороны западными отрогами Пиренеев, с другой стороны Кантабрийскими горами. Это, собственно, историческая область Астурия и как раз Кантабрия. Область, где жили изначально Кантабры, Астуры, отчасти Лозетаны, хотя те в основном южнее. И область, где укрывались части отдельные представители, я бы даже сказал, Вестготской аристократии, бежавшей после разгрома королевства. Вот с одним из таких вот христианских отрядов, небольших, и схватился в ущелье Кавадонга, опять-таки, небольшой, не больше нескольких сот человек, арабский разъезд. То есть, перед нами, скорее, не сражение, сражение, да, вот как мы будем говорить там в своё время про битву при Лоснавос до Толоса, например, да, или про битву при Саладо. То есть, перед нами не сражение широкомасштабное, огромное, с тысячами людей, нет, это сшибка в горном ущелье двух относительно небольших отрядов, одним из которых, отрядом Астуров, руководил некто по имени Пелайо, Пелагий в латинском написании. Кем был Пелайо, Пелагий, Пелайо, сказать невозможно. Существует версия, согласно которой, это ещё средневековая версия, да, согласно которой Пелагий был сыном Дукса Фафилы, который, в свою очередь, впал в немилость у короля Витицы и был изгнан из Толедо, и уехал из Толедо, стало быть, на северо-запад. Вот туда, в Астурию, где его сын и остался. По другой версии, Пелагий был гардингом-телохранителем, одним из телохранителей короля Родриго. По третьей версии, которая тоже есть в современной историографии, Пелагий вообще не Вестгод, а Астур, да, к Вестгодскому дворю, к Вестгодской знати, я говорился, отношения не имеющие. В общем, кем он был, сказать сложно. Мы знаем, кем он стал. После вот этой вот битвы в ущелье Кавадонга, он стал королём Астурии, основателем династии и правил до 737 года. В более поздней историографии сражение в ущелье Кавадонга приобретёт все черты эпической битвы и станет она такой, знаете, вот есть понятие события основания, события мифа основания. Вот эта битва и станет таким событием, той точкой, от которой начнётся отсчёт реконкисты, той точкой, от которой Астурийские кироли, а потом Астури Леонские, Леонские, Кастильские уже начнут отсчитывать историю своей борьбы с маврами. И в более поздних хрониках, конечно, появится битва, в которой несколько сот храбрых воинов гоцких под командованием Пилайо сразятся с многотысячной армией арабского наместника, который приведёт с собой взбунтовавшихся сыновей кироля Витицы, который приведёт с собой сивильского епископа по имени Оппа, тоже епископ-изменник, да, который будет склонять воинов Пилайо перейти на сторону арабов. На стороне христиан, разумеется, праведных, будет сражаться ангельское воинство, и воздух потемнеет от стрел, которые поднимутся со стороны арабов, так будет много этих стрел, но затем божественной силой стрелы будут развернуты вспять и обрушатся на само арабское войско. В общем, всё это обрастёт очень красивыми воинственными легендами и станет таким вот событием основания. Давайте посмотрим на то, как развивались события и как развивалась династия после воцарения на троне Астурии Пилайо. Вот перед вами сейчас генеалогическое древо, где голубым цветом выделены правящие представители Астурийской династии, 12 королей. И уже здесь видно, что ветвь самого Пилайо, если мы посмотрим на ветвь, идущую именно от него по мужской линии, насчитывает всего 4 королей, включая его самого. Это он сам, затем наследовавший ему его сын Фафила, 4 король Фруэлла I и 9 король Эльфонса II Целомудренный, о котором мы поговорим отдельно. Это очень важное лицо, очень важная фигура в нашей истории. Но если вы обратите внимание на вторую половину слайда, для вас правую, то вы увидите очень важную фигуру, очень важное событие. Рядом, недалеко от Кангаздеонис, от города, избранного своей резиденцией Пилайо, стало быть бок о бок с нововозникшим астурийским королевством, существовал довольно большой регион, регион, тоже вытянутый вдоль Пиренеев, под названием Кантабрия. Правил там Дукс Кантабрии, то есть вестготский наместник, еще вестготский в ранге Дукса, по имени Петр. И первый союз, который заключает Пилайо, и который оказывается стратегически спасением, конечно, для него, это как раз союз, заключенный им с Дуксом Кантабрией Петром. В ознаменовании этого союза дочь Пилайо, Эрмесинда, выходит замуж за сына Педра Кантабрийского, за Альфонса Первого. И, собственно, вот от этой связи, а также от корня самого Педра Кантабрийского, от его сына Фруэллы, и пойдут все основные представители той ветви, которая в итоге выведет нас к династии Химена, к королям Леона, к Альфонсу Пятому, к тем, о ком мы будем говорить в следующих частях этой лекции. То есть, именно, обратите внимание, да, третьим королем будет Альфонсо Первый, сын Педра Кантабрийского и мужа Эрмесинды. Править он будет с 739 по 757 год. А затем некоторая небольшая заминка, собственно, у самого Альфонсо будет сын как раз Фруэллы, ему наследовавший, да. А дальше у Альфонса Второго целомудренного потомства уже не будет у сына Фруэллы. И поэтому дальше пойдет наследование по линии Фруэллы сына Педра Кантабрийского. Здесь будет Аурелио, но главный, восьмой король Астурии, Бермуда Первый по прозвищу Дьякон, сын которого Рамира Первый, король Астурии, не путайте, пожалуйста, с Рамира Арагонским. Дальше Ордонью Первый, Альфонсо Третий Великий. И дальше уже начнется история, после Альфонсо Третьего Великого, начнется история Астура Леонского и Леонского киролевств. Потому что именно Альфонсо Великий в один из последних годов своего правления, как раз в 1910 году, он перенесет королевскую резиденцию, если хотите, столицу, в город Леон из Авьедо. Но давайте обо всем по порядку, с генеалогией более-менее разобрались. Давайте пойдем посмотрим на то, как развивалось завоевание реконкистов первое десятилетие своего существования. В период между Альфонсо Первым и Альфонсо Вторым, то есть 2-3-8 века, да, 2-3-8 века нашей эры, выглядело все это вот так. Христианские короли практически ежегодно ходили в военные походы. Походами... Ну, слово «походы» мало что нам говорит, да? Собственно, тот стиль походов, который они избрали, получил в испанском языке название «Россия» от франкского слова «радзия», то, в свою очередь, родственно-арабскому. «Радзия» — это набег, это не поход в нашем понимании, это скорее рейд, куда идут не ради захвата территории, а ради грабежа, ради того, чтобы награбить, угнать скот, забрать людей в полон, забрать все, что можно забрать, сжечь то, что забрать не получается, и уйти. То есть, речь не идет о захвате и об освоении земли, вот это важно запомнить, да? Обратите внимание, я дальше открою карту, и можно будет посмотреть на те города, которые я сейчас перечисляю, но обратите внимание, как далеко заходят вот эти самые набеги, рейды астурийских королей. Они доходят до Порту и Браги, по западному побережью, до Саламанки и Саморы, это современная граница, пограничная провинция, да, западная провинция королевства Леон, граничащая с Португалией, авиосеговия ледесма, это уже практически эстрамадура кастильская. То есть, эти вот походы кинжальные, да, они на самом деле шли довольно глубоко, а заселялась при этом только Приморская Галисия, Кантабрия, ну и Астурия. Отчасти доставалась Старой Кастильи и северу Старой Кастильи, самому северу, но там только всё начиналось, мы об этом ещё отдельно поговорим, да. В основном это вот Кантабрия, Астурия, Приморская Галисия. А вся территория, которая между, стало быть, Астурией и с одной стороны, и рекой Дуэра с другой, то есть, вот она на карте, обратите внимание, такой бледно-жёлтого цвета регион, да, вот вся эта территория стала тем, что называется в испанском фронтера, граница. Парадоксально, да, граница по своей глубине гораздо больше всего королевства Астурии, но тем не менее, это именно граница, то есть, это местность, где не было постоянных поселений, больших поселений, ни у мавров, ни у христиан. Это местность, откуда взбунтовавшись, ушли берберы довольно скоро, то есть, в первой половине восьмого века они отошли с этих земель. Эта местность всё более и более становившаяся пустынной, заброшенной, потому что кому охота жить там, где каждый год ходят в набеге христианские правители, а периодически им отвечают взаимностью мавры с юга, да. То есть, это на самом деле очень неуютная местность, которая вот называлась, то есть, граница. Заселение, о котором мы сейчас будем говорить, велось медленно, прежде всего за счёт скудости ресурсов и финансовых, я об этом отдельно скажу ещё потом, и человеческих, при этом у заселения, у второй части процесса реконкиста, вы помните, да, мы говорили, что реконкиста имеет две составные части, это, собственно, непосредственно от воевания, то есть, военные операции, и заселение заново, это новое заселение, репоблацион. Так вот, как развивалось вот это самое заселение? Ну, как вы можете видеть на слайде, существует два, существовало, сложилось, два наиболее распространённых алгоритма заселения. Первый, который получил название «прессура», от латинского глагола «apprehendo», брать-забирать, «прессура» осуществлялась очень просто. По сути, собиралась, ну, какая-то довольно значительная группа свободных людей, вот это принципиально, то есть, не сервов, не рабов, не зависимых, а просто свободные землепашцы или свободные люди без определённых занятий, умеющие держать в руках меч и копьё, и они договаривались взять себе какую-то землю. В смысле, взять, отбить её у мавров, или взять из опустевших земель, да, занять участок. А дальше они шли туда, со своей волей занимали этот участок, размечали его границы, делили землю между собой, при этом, обратите внимание, да, и для этого раздела, и для королевского заселения очень важен механизм, алгоритм раздела земли. Земля изначально делилась на две части. Первая – это пахотные площади. Их делили на индивидуальные участки, которыми люди владели, как правило, на праве частной собственности, но возникшие либо в результате захвата, либо в результате выдачи королём, но тем не менее. И каждый собственник отвечал за то, чтобы его участок был возделан, плодоносил и давал определённый минимум зерна и других продуктов в год. Вторая часть земли – сюда входили пастбища, луга, горные склоны, леса. Вот эти земли объявлялись, как правило, общинными, общими, да, коммуныс, и предназначались для выпаса скота, для заготовки дров, для заготовки дерева, для строительства, чего бы то ни было, да, строили ещё не только из камня, но и из дерева, дерева пока было много. Вот, и эти земли никогда не делились между людьми, ими всегда пользовались сообща. Вот, стало быть, прессура – это первый вариант. Второй вариант, он вполне напрашивается, это когда заселение, как бы сказать, инициатором заселения, да, выступал король или кто-нибудь из магнатов, когда они объявляли созыв, то есть рассылали глашатаев, которые кричали буквально на перекрёстках и площадях, что такой-то тогда-то собирается идти заселять, ну, там, такой-то пункт, такую-то местность, такой-то город. Приглашались добровольцы. Таким добровольцам давали довольно серьёзные льготы, и податные, и, собственно, вспомоществование зачастую и зерном, но иногда и деньгами, реже, правда. И в ответ поселенцы были обязаны, вот это именно обязанность, да, как можно быстрее разделить землю, построить дома и стену вокруг поселения. И второе, они, конечно, обязались платить какие-то суммы, какие-то пошлины, какие-то подати тому сеньору, прежде всего тому сеньору, который дал им землю. Когда к власти приходит Альфонсо Второй, а я напомню, это конец восьмого века, девяносто первый год, правит он долго, до восемьсот сорок второго, детей у него не было, он целомудренный по прозвищу, вот, собственно, поэтому, да. Так вот, когда приходит Альфонсо Второй, ситуация довольно сильно меняется. Во-первых, Альфонсо Второй, продолжая вот эти самые Радзиас набеги, он начинает заботиться о более планомерном заселении подконтрольных ему земель. Пока это количественно сказывается мало, но, по крайней мере, в его действиях начинает прослеживаться некая планомерность, уже не хаотичное заселение по какой-то схеме, по какому-то плану, который есть у короля в голове. Однако основное, чем запомнился Альфонсо Второй, основное, что он сделал для своего королевства, это политика неоготицизма. Именно при нем утверждается вестгодское происхождение астурийских королей. С этой целью, в частности, торжественно празднуется перенос столицы из Кангас-де-Онис в Авьедо. Южнее, да, ближе к арабам, да, но Авьедо здесь выступает таким аналогом Толедо, королевского города. Это очень идеологически важный жест в данном случае. Там возводится базилик Христа Спасителя. Там же строится один из главных палациев Альфонсо Второго. Палации, ну, дворцовое здание, да, палации строились по разным городам, ну, в частности, в Авьедо. Затем Альфонсо Второй восстанавливает вестгодские законы, причем восстанавливает их, как либер юдициору, он восстанавливает среди своих подданных, а как соборное законодательство, акты соборов, он восстанавливает их действия в церкви. И, наконец, именно при нем появляется культ Сантьяго де Компостелло. Пожалуйста, не путайте с путем Сантьяго, тот появится позже, в XI веке. Но культ Сантьяго, и как апостола, лежащего в соответствующем городе, и как покровителя, да, духовного и военного покровителя остудейцев появляется уже при Альфонсо Втором Целамудре. Нам больше того, с именем этого короля связана замечательная совершенно легенда, которую можно назвать испанской версией песни о Роланде. Вы помните, если вкратце, то сюжет песни о Роланде, про то, как Карл Великий 7 лет воюет в Испании, берет уйму городов, кроме Сарагосы, разворачивается уходить, и на его Альгергард, которые ведут, стало быть, Роланде, Оливье, Турпен, и с ними еще 9 пэров Франции, да, налетает король Марсилии, и в жестоком сражении пэры Франции гибнут один за другим, прикрывая отход основной армии. Потом Карл возвращается и мстит Марсилию за всех и за вся. Как эту историю рассказывали испанцы? Во-первых, они удревняли Альфонса II Целомудренного, они переносили его сильно назад во времени, так что к 778 году Альфонс II должен быть уже старым королем, поскольку он целомудренный, то, соответственно, бездетным. И вот он просит у Карла Великого, короля Франков, помощи против мавров, тот оказывает помощь, а затем требует, поскольку король Альфонса бездетен, требует отдать ему трон. Альфонс II, разумеется, отказывается, опираясь на собственных магнатов, и тогда Карл выступает на войну против королевства Астудия, Альфонс II собирает войска и встречает его лоб в лоб в Рансевальдском ущелье, а со спины в этот момент Карла бьет национальный, значит, испанский герой, такой магнат Бернардо дель Карпио, который заключил союзный договор с королем Сарагосы Марсилием. Таким образом, Карл оказывается пойманным в ловушку, терпит поражение, едва-едва ему удается уйти, гибнет много его военачальников, в частности Роланд. И как злорадно немножечко добавляет хронист, Карл строил планы отомстить и взять реванш за вот это поражение, но так и не собрался, а потом умер. И потому, добавляет хронист, на трех сторонах гробницы Карла, что в городе Аахен, вырезаны сцены его великих побед, и только на одной, обращенной к Рансевальдскому ущелью, ничего не вырезано, ибо нечем было Карлу гордиться в Испании. Он ушел отсюда без победы, но разбитым, и не отомстил за свое поражение. Ну, понятно, что это более поздняя конструкция, да, это идеологическая конструкция где-то 12 века, но здесь интересен сам факт, что интересен сам нарратив, да, интересно, как он появляется, интересно, что испанцы начинают отгораживаться, как бы сказать, национально, в рамках зарождающегося национального самосознания, не только от мавров, которые с юга, но и от франков, которые с севера, тоже недобрые соседи, оказываются. Но давайте оставим в покое песню Роланде, и коротко поговорим о преемниках Альфонса II, Рамира I, Ардонье I. Здесь стоит сказать буквально две фразы, касаемо правления, в основном, Ардонье I, который в 1956 году отбивает у арабов и заселяет город Леон, куда еще через 50 лет будет перенесена столица королевства. Пока же он просто отбивает этот город, сдвигаясь тем самым, сдвигая границу к югу. Но развить этот успех ни Рамира I, ни Ардонье I не удалось, поскольку им пришлось столкнуться лицом к лицу с еще одной военной угрозой, помимо арабов. Как вы понимаете, конец II-III века это разгар эпохи викингов. И Рамира, а потом Ардонье приходится сталкиваться с норманнами. Происходит, собственно говоря, целый ряд сражений по по всему, собственно, побережью норманны пытаются высаживаться. Рейд на Хихон, рейд на Корунью, рейд на Фарнелос, вот, и больше того, рейд на Памплону. Ну, справедливости ради, норманны не делали различия между астурийцами и маврами, и мавров они тоже очень активно беспокоили. Вы видите по карте, это и удар по Тартосе, удар по Риуэле, рейд на Альхесирас, рейд на Севилью, больше того, на Сильвест, на Лиссабон, и так далее, и так далее. То есть, это общая угроза в данном случае, с которой столкнулись и мавры, и христиане, закрепиться норманным, извините, удалось только в одном месте, крайний северо-запад полуострова, Галисия, как раз в районе современного города Коруньи, откуда их пришлось выбивать чуть больше ста лет, до конца шестидесятых годов, десятого века. Выбили, но с этим пришлось серьезно повозиться. Поэтому я и говорю, что королям пришлось сталкиваться с двумя типами военной угрозы, и поэтому ничего, возможно, поэтому ничего, кроме битв, они предпринять не успели. На этом мы прощаемся с Астурийским Королевством, и начинаем говорить о Астуролеонском Королевстве, то есть, о следующем периоде в истории христианских королевств Испании. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова